тема сегодняшнего вебинара это как создать свое приложение на фаске и выложить его в сеть проверка связи у нас будем считать что прошла меня зовут пак андрей я работаю уже три года этом программистом занимаюсь последнее время больше всего подготовка специалистов к трудоустройству то есть с нуля подготавливаю обучаю и отправляю в какие-то фирмы чтобы они работали этот вебинар рассчитан на людей которые уже что-то в питоне умеют то есть для которых слова функция циклы условия там массивы и прочее не пустой звук который уже написали какие-то программы и хотят расширить границы пользования чтобы можно было к своей программе обращаться не только через компьютер на котором должен быть поставлен питон который надо каким-то специальным образом запускать но и к примеру обратно работать со своей программой через браузер с любого устройства с любого компа телефона и прочее по регламентам примерно час там плюс минус по вопросам запись останется в открытом доступе можно будет потом бесконечное количество раз пересматривать и на все в актуальные вопросы по ходу буду отвечать в конце доклада поэтому никто не останется обеличенным а на тема того почему именно python надо объяснять то есть вообще можете написать по градации там допустим единичка вообще не знаю что такое программирование двойка это там примерно как-то что-то писал когда-то тройка но все умею все могу и и так далее в чатик если можно так просто чтобы я понимал у меня куча сценариев по вебинару собственно какая компашка собралась примерно 8 замечательно ну то есть что-то около ну давайте тогда расскажем то есть поэтому последние 5-10 лет считается одним из лидеров нам даже в тройке лидеров по популярности по востребованности в мире за счет чего за счет того что на нем можно писать лаконичные программы вот прям очень простые то есть чуть ли не псевдокодом что как придумал так написал так работает еще момент что его очень легко учить то есть он там все вот такие моменты по синтаксису языка о каким-то фишечкам в целом можно там даже если очень сильно постараться ну максимум ну месяц на два именно питон как язык учится достаточно быстро плюс ко всему его можно использовать в обширной области программирования практически во всех начиная с обработки изображений там анализа данных машинного обучения все что касается веб-бэкэндов какие-то вещи для системного администрирования что еще есть майнеры сидят на питоне некоторые это к слову о хайповых вещах еще можно хакеры некоторые используют питон есть даже отдельная книжка что темная сторона питона и вот его использование повсеместно наса его очень любит как язык для всех математических вычислений для этих прилетов космических и прочего поэтому то есть по если смотреть не вон с точки зрения что я там начинающий программист я еще не знаю в какой области я буду работать он подходит идеально потому что в любой момент может переобуться но при этом писать все еще на питоне с этим понятно я думаю да что тут может непонятно быть дальше что такое фласк а это микро фреймворк напишите пожалуйста все знакомы с моделью клиент сервер что такое хттп как работают сайты зачем нужны браузеры то есть плюсик если положительные ответы на все вопросы минус если хотя бы на один отрицательно можно плюс-минус ну прям мне по сути уже нечего рассказывать все и так все знают ну ладно то есть с помощью фласка можно написать свои бэкэнды то есть мы пишем программу на питоне которая обрабатывает определенные адреса на на нашем сервере и выдает ответ то есть мы подготавливаем наш сервер на то что он будет обрабатывать определенных хттп запросы и отдавать определенные хттп ответы вот почему фласк ну потому что он самый простой его еще называют конкурентом джанга если кто-то знает что это такое вот но если сравнивать фласка джанга то джанга он более сложный для понимания для одну для начинающих именно а вот для того чтобы как-то въехать вот всю эту систему с хтп запросами с сервером то есть всеми такими делами фласк подходит идеально вот микро фреймворк он за счет того что изначально в нем только какие-то базовые вещи потом сверху на него можно накинуть кучу дополнительных модулей там плагинов и прочего ну и за счет этого как бы расширить до масштабов джанга и что-то с ним делать что у нас дальше так все все готовы все проснулись можем начинать напишите пожалуйста в чатик надо просто морально подготовиться к тому сейчас сейчас будет практическая часть причем как мне так и вам хорошо так пайчарм питон установлен у всех я надеюсь если не установлен то как бы очень надо у у меня профессиональная версия пайчарма поэтому у кого-то в момент создания нового проекта может вот такой таблички не быть то есть там может кто-то комьюнити пользуется если кому-то надо профессионально там в интернете есть куча лицензионных ключей хакнутых и можно свой пайчарм расширить в новом проекте то есть мы создаем проект по типу фласк я делаю на питоне 3.6 так и создаю проект в новом окне visual studio код я как-то мне не прикипела то есть это чисто мои предпочтения никак на разработки это не влияет вот пайчарм мне создал шаблоны проект фласка то есть это такой hello world на этом фреймворке то есть достаточный код чтобы что-то на нем делать соответственно если я запущу этот файлик то он мне локально поднимет сервер на local хосте на 5000 порту и можно даже проверить local host 5000 вот он hello world то есть ну как бы все работает теперь вопрос как это работает фласк как бы не входит в стандартную библиотеку питона поэтому его заранее надо установить можно ставить через пип ну лучше всего ставить через пип потому что меньше проблем но если никто это не знает что это такое через настройки пайчарма найти менюшку интерпретатора и вот здесь вот через плюсик можно поставить фласку причем если надо какой-то специальной версии то дай бог ну то есть обычно он ставит последний вот ну и говорим install package он также внутри скрыт от нас дергать пип все ставят все хорошо вот и в итоге он появляется в списке установленных библиотек вот после этого я могу его импортить то есть из библиотеки фласк я делаю импорт фласка и создаю мое приложение вот это два подчеркивания иные два подчеркивания это специальная переменная константа именно питона вместо нее подставится имя файла либо если этот файл у меня запускаемый то подставится в принципе как бы это можно заменить любой строчкой но все еще будет работать то есть это актуально для того когда у меня на сервере может быть на разных портах несколько фласков ну чтобы их как-то по имени различать в общем создается объект фласка и вот здесь вот этот мое флас приложение запускается вот с такой записью все знакомы то есть слова декоратор кому-нибудь о чем-нибудь говорить надо объяснять напишите пожалуйста в чат ну допустим есть паттерн проектирования называется декоратор но идея его в том чтобы расширить функционал какой-то функции масло масляное но как бы суть такая что вот у меня есть функция hello load и я хочу чтобы перед тем как я вызываю эту функцию ну точнее если вот так вот я дергаю то перед тем как выполнится код этой функции будет выполнен код вот этого декоратора то есть любой декоратор это тоже функция какая-то вот но просто мы как можем именно задекорировать то есть до того как функция была вызвана сделать какие-то действия и либо после того как функция моя была вызвана сделать какие-то действия вот это актуально когда например я пользуюсь какой-то сторонней библиотекой и я не могу поправить исходный код либо я хочу например перед каждой функции делать логирование в консоль чтобы мне что-то писалось в консоль перед тем как вызывается вот эта функция вот по поводу того что библиотека без доступа к исходному коду чтобы сделать какие-то действия до вызова и после вызова и вот это называется декоратор конкретно здесь вот эта запись является путем то есть по которому мы принимаем запрос и отдаем ответ то есть когда у меня вот здесь заработал flowworld то на самом деле адрес у меня был один слэш и все то есть если вдруг я захочу например обрабатывать вот этот путь давайте запустим посмотрим что получилось так он запустился вот я обновлю он мне скажет типа извините по этому пути нету вот никакой страницы ну потому что у меня теперь обрабатывается другая и если я здесь напишу slash.test то вот он мой flow то есть он дергает мою функцию только по текущему адресу вот понятно объясню напишите в чатик и тогда идем дальше ну просто это важно для дальнейшего так да отлично что я могу делать соответственно вот любую программу на питоне но просто вместо принта у меня обработка какого-то пути по ну по уру вместо инпута у меня get запрос либо post запрос так как это все выглядит например у меня у меня есть функция то есть она там лежит где-то на индексе и я хочу в нее передать какие-то значения есть три способа один из самых простых это это использовать get запрос для этого мне нужно вот здесь вот в импорте добавить дальше что такое то есть когда в хтп я хочу получить некую страницу то есть она мне приходит там видишь что мэйл там все нормально но в get запросе я могу еще передавать на сервер параметры то есть если я в адресной строке напишу вопросительный знак потом имя переменной равно значение переменной вот либо я хочу там несколько переменных то я их через амперсант как-то суперую нажимаем enter и сейчас вместе с запросом отправилась две моих переменных так я просто вырубил сервер а ну да я тест же убрал надо на обычную ну на нас это пока никак не влияет ну потому что я еще их никак не вытащил чтобы их вытащить в реквесте есть словарик args в котором я могу написать дай мне пожалуйста name и классный вот ну и допустим их как-то объединить поменять в ф строчку и вот сюда вставить здесь будет основ потом будет пробел ф строки это способ форматирования строк то есть это появилось только в питоне 3.6 то есть такое новомодное самый быстрый способ для форматирования то есть она вместо строк и функции там формат вместо процентов каких-то там ну как printf решили сделать вот такую штуку и запускали тест она работает намного быстрее чем любой другой форматор поэтому надо приучать себя к тому чтобы пользоваться вот так вот теперь чтобы увидеть результаты работы мне нужно перезапустить сервер ну да для этого надо было сначала остановить предыдущий или что он ругается он а у у о а на крест указывается странно а все возможно в этом проблема надо указать что я хочу работать где там и и нет не хочет 1 это надо убрать есть такая теория что если программа запустилась с первого раза это очень подозрительно поэтому в этой программе все нормально мы ее приняли вот и вот он у меня забрал данные с адресной строки получается то есть это способ общения то есть он уже налажен то есть я могу написать любую программу которая например будет на сервере где-то высоко лежать и там будет храниться информация не на этом с экзаменационными билетами и я обращаюсь к своему какому-то сайту и говорю дай мне пожалуйста вопротительность так экзаменационный билет номер такой-то и он то есть делаю какой-то поиск и возвращает мне ответ на полученный вопрос либо я там написал какую-то хитрую программу для решения квадратного уравнения и также передаю и собственно получаю какие-то ответы то есть ничего не изменилось в плане разработки программ изменилось только общение то есть теперь у меня можно получать данные не через input а вот через браузер а ну точнее через http запрос и ответ я отдаю не на print в консоль а возвращая видео некого html а кстати html напишите пожалуйста все с ним знакомы хотя бы чуть-чуть вот достаточно написания хотя бы одного тега в жизни это будет считаться что мы html знаем то это важная штука в этом деле отлично как выглядит html но в данном случае я например хочу чтобы он мне возвращал этот текст в виде заголовка выключаем запускаем перезагружаем все это заголовок html соответственно то есть все что от меня требуется в обработке функции это что-то принять подумать и отдать строку ну и как бы и все вот тут мы как бы сталкиваемся с проблемой потому что но я же не буду писать весь html в одну длинную строчку не ну я могу но как бы но не надо вот поэтому стоит вопрос а а чё делать в фласке этот вопрос решается с помощью одной такой умный вещи называется джинджи 2 так потом я куда-нибудь эту ссылку кину что она делает теперь я могу взять вот этот html и выкинуть куда-нибудь в отдельный html файл чтобы у меня логика с отображением были разнесены и получает то что если вдруг мне надо то есть я могу поменять эти две вещи независимо друг от друга но если кто-то когда-нибудь сталкивался с паттерном модуль view контроллер он меня поймет что для этого нужно для этого нужно чтобы в проекте существовала папка templates в ней я создаю ну например индекс html вот и тут пишу мой вот а вместе где я хочу вставить значение каких-то переменных я делаю двумя фигурными скобками закрывающими всем но так как быть name классный теперь как это будет выглядеть здесь мне нужно использовать специальную функцию рендер темплейт сюда я передаю файлик которые мне надо трендерить то есть как-то преобразовать в нормальных что моем и сюда же через запятую мне нужно передать значение для вот этих вот запрашиваемых переменных ну например name равно 3 запускаем смотрим так 5 ну вот то есть что такое g2 это некая вспомогательная библиотека которую использует фласка вне нашего ведома и она принимает xml файл написаны определенным образом с определенными вот специальными символами то есть полная api я хочу базовые вещи написать вот то есть я могу теперь в моем html программировать на счастье всех тех людей которые рассказывали что что мы в это язык программирования вот у меня есть четыре вида выражений двойные фигурные скобки открывающиеся закрывающиеся для вызова этого какого-то питоновского кода либо обращение к моим каким-то переменам которые я передал все что с процентами это какие-то специфичные для этой джинджи вещи типа циклов и фов там есть импорты тоже достаточно все удобно вот и например я хочу теперь вместо вот этих вещей передавать не просто конкретное значение а из моего реквест там arcs и то же самое вот сюда только здесь и вот насколько чище стал мой код то есть у меня теперь логика и представление разделены или запускаем смотрим но можно так знакомить олег то есть но и все так же работает что дальше например я хочу чтобы у меня помимо заголовка был какой-то список ваш там или список это так у то есть он ордер от лист не упорядоченный список и например я хочу вот здесь вот некую дату представить виде массива могут быть любые данные это неважно то есть я могу эти данные там из файла считать откуда-то еще взять вот и я их передаю вот сюда по мой темплейт здесь я говорю а давай я запущу цикл по дате и потом скажу что он закончился или цикла могут создать мне пожалуйста ли с значением и и все выглядит вот так то есть вместо того чтобы вручную писать весь html я теперь могу это html генерировать с помощью вот синтаксиса gg2 более того я могу сюда еще передать пойми на даты какой-нибудь флаг пусть он будет там труб неважно и вот эту штуку выключать либо включать если что там флаг не помню так вот он цикл вот он if а да без этих без фигурных скобок если флаг то есть если у нее значение флага труб тогда я делаю вот эту штуку а иначе я делаю вот эту штуку например чего-нибудь в виде параграфа что иначе которые запускаем и смотрим сейчас он мне покажет мой список на если я в здесь вот создам нет флаг сделать false, то он мне должен сказать, что у него нет данных, да, с этим понятно, как вам новые возможности. Напишите что-нибудь, я почитаю. Ну да, вот, ну как бы и это еще не все. Кто меня остановит, если я захочу создать несколько страничек, ну например, ну там не только там по одному адресу, чтобы что-то работало. Здесь я хочу сказать, что там отдаваем и сделаем дата HTML. И по такому же принципу будем возвращать не индекс HTML, а там дата HTML. Пусть что-нибудь будет. Перезапустим. Посмотрим, что все нормально работает. Дата. Но я хочу, чтобы на обеих этих страницах были одинаковые шапки. Ну там, с каким-нибудь логотипчиком, чтобы было какое-нибудь меню более-менее адекватное. И там, и там, вне зависимости от того, где я нахожусь. Ну как бы я уже более-менее типа не начинающий программист, я понимаю, у меня как бы чуйка срабатывает, что дублирование кода это нехорошо. И что делать? Можно создать еще один HTML, назвать его как-нибудь базовое HTML, и сделать вот какую вещь. Сейчас. Я где-то был готовый, чтобы не... Хэддер. Вот. То есть, что здесь происходит? Мы создаем HTML-сраничку, да, там, с хэдсбоди, со всеми делами. Пусть у меня будет main-страница и data-страница. И вот здесь у меня специальная штука, блок-контент. Ее я вставляю в моих index.html и data.html, то есть тоже оформляю, и тогда получается, что когда я делаю импорт, то он внутрь вот этого блока вставляет данные из каких-то других файликов. Сейчас, когда это все нормально выглядит, запускаешь, это понятнее, чем когда объясняешь. Вот здесь вот надо n-block. Здесь мы делаем base. И то же самое тут. Я говорю, расширь, пожалуйста, мне вот этот файлик и вот так. То есть что происходит? Вот у меня тот же самый блок-контент. Когда я говорю extends, это значит, что возьми, пожалуйста, base.html и найди там блок-контент и вместо этого блока подставь то, что я тебе вот здесь скажу. То есть у меня будет какой-то HTML, но при этом все общие какие-то вещи я вынес в отдельное HTML. Если я там захочу их поправить, мне придется поправить только один файл. и это тоже возможность Jinji 2. Запускаем, смотрим. Ну вот, например, на этом. Отлично. Все сломалось. Почему? Потому что я здесь напрямую говорю, что я хочу реквест. Не передаю. Если name name is in request.axe. Тогда сделаю вот это. Безис. Иначе сделать то же самое. перезапускаем, смотрим. Ну вот. То есть вот это, это HTML, который у меня, индекс HTML. То есть вот этот вот. А сверху это мой, ну то есть мой базовый HTML. То есть если я переключусь на дату, то заголовочек остался. Ну как бы тоже удобно. То есть можно не только программировать в HTML, но еще соблюдать какие-то паттерны проектирования. Это прям вообще кучу медалей можно навесить. Вот. Теперь, то есть у меня программка создана. То есть она там что-то делает. Ну ничего умного правда, но что-то делает. Как-то заранее я побеспокоился и сделал вот такую штуку, но здесь там нужно только вот это. Вот. Что здесь происходит. То есть у меня есть какой-то адрес motivation. Я просто возвращаю случайный элемент из data. Что такое data? Это массив, в котором есть какой-то набор афоризмов. Ну тоже так чисто по-простому. Я хочу вот эту программу выложить куда-то на хостинг. Ну и чтобы потом к ней обращаться. Главный, ну такой ключевой момент, чтобы либо апран находился вот в таком ифе, либо вообще его выключать, ну удалять. Потому что на хостинге нас запускают как бы сторонние люди, и если мы еще внутри сделаем аппарат, он сломается и скажет, что извините, такой адрес занят, ну и все, я не могу запуститься, ничего ему не будет работать. То есть это просто надо запомнить. Сам хостинг называется Python Anywhere. На нем надо зарегистрироваться. Он позволяет выложить один сайт на его хостинге бесплатно, но при этом его надо каждые три месяца подтверждать, что вы все еще хотите, чтобы он жил. Вот. Ну а так в целом можно пользоваться. Вот. А если там надо как-то, чтобы он жил долго, там, то ли что-то около пяти баксов в месяц, но я ему не хочу денег давать, поэтому я бесплатно сижу. Вот. Также, следующий путь. Нужно создать веб-приложение. Открываем нашу менюшку. То есть это после того, как мы зарегистрировались, заводинились, он откроет дашборд, я перехожу в веб, говорю, создай мне, пожалуйста, новое приложение. Он говорит, дай денег, я говорю, нет, не дам, делаем Next. И выбираем шаблон Flask. Ну, на питоне 36. Вот. Вот здесь вот важно прописать такое имя файла, которое мы делали в нут, в нашем тестовом проекте, ну, в локальном сервисе. То есть у меня здесь называется app. Соответственно, надо, чтобы было app. Ну, и там, мой сайт. Нормально. То есть он, получается, что такое хостинг? Это какой-то компьютер в интернете. На нем также есть жесткие диски, оперативки, процессоры и прочее. И вот этот хостинг написан на Linux. И поэтому, то есть у нас пути, как на Linux. То есть нам на этом компе создали папочку с именем пользователя, ну, с логином. И он потом нам создаст папку MySite и положит Hello World проект в AppPy, ну, в Flask. Нажимаем Next. Он начинает создавать наше приложение. Вот. И теперь мой сайт доступен по вот этому адресу. То есть я могу его открыть, посмотреть. То есть вот он Hello World. Теперь мне нужно этот файл заменить. То есть я иду в Files. Здесь у меня видно мою структуру. Захожу в MySite. И вот он App. И тут два варианта развития событий. Либо я могу на него нажать и как-то его прям тут изменить. Либо могу его вообще удалить и загрузить свой. Так, где я сижу? Вот он App. Вот. Но этому App моему нужен еще Data. Ну, то, что я массив храню в Data. Вот. Теперь я перехожу сюда. Перезагружаю. У меня все. Все еще работает. Потому что нужно перезагрузить сервис. Вот здесь вот вкладке Web. Я делаю револю. Отлично. И обновляюсь. И все сломалось. Значит, все хорошо. Почему? Потому что у меня путь обрабатывается. Вот этот. Ну, вот. То есть такая достаточно простая программа. Но зато теперь я там могу в моменты какие-то сложные открыть сайтик и почитать какую-то цитату о великих людей. Вот. И то есть это можно сделать любую программу. Получается, что Flask и вот этот хостинг дают возможность выйти, ну, как на новый уровень. Чтобы программа была доступна вот отовсюду. То есть обновлюсь, он мне должен еще какой-нибудь дать. Ну, да. Вот. Сайт называется PartneringWare. А как-то, ну, как-то, ну, как-то, ну, потом или сейчас. Нет. Потом. Так. Вопросы? Предложения, пожелания. Я так понимаю, что вопросов нет. Потому что мне больше рассказывать нечего. Ну, в смысле, какой HTML-код генерится, где? То есть если вот тут, то это просто текст. То есть я там никак не оформлял HTML. То есть если надо управлять мета какими-то данными, ну, вот у меня вот тут есть head, через мета что-то прописывать. Ну, это в шаблоне. Но я могу и в индекс HTML, то есть без расширения, прям целиком написать HTML, head, body и так далее. Чем отличается Flask от Django, я тебе прям сильно не скажу. У меня есть два стереотипа. То, что первое, Flask поменьше, Django побольше. Вот. И то, что везде почему-то на работу требуется Django-программист. Больше различий я не знаю. То есть я как бы выбрал Flask и все, и с ним работаю. Работа с BD, то есть это обычный питон. То есть нам Flask нужен чисто для отображения и для получения данных. И все. А вот под капотом, если бы я писал без вебовщины, то так бы к BD обращался. Ну, обычно, вот в таких приложениях используют SQLite. SQLite. То есть мой фейп, который висит на хостинге, вполне может поражать какие-то другие файлы. JavaScript, CSS можно попробовать. Вот. Единственное, что там надо глянуть. Я давно этим не занимался. Их кладут в папку static. И ее надо как-то вот здесь вот прописывать. Что типа у меня static folder, это static. и, например, создать какой-нибудь style.pss, который бы для моего, ну там, не знаю, BD, дел background color где-нибудь. Ну пусть даже не P, а там в ходе. вот, и в вот сюда сделать style.pss slash static slash style.pss гипотетически должны заработать. Сейчас проверим. F5. Ну да, только не тут. Вот тут. Может что, поумнее? Color. И, например, для H1. Почему бы нет? Запустить. по поводу CGI прослойки не могу ответить. Не знаю. То есть я его воспринимаю просто как способ обработки именно HTTP запросов и ответов. И все. Так, не хочу там подрубаться. Может быть, схожи. Вот. Но есть учебник на Хабре посвященный тупо фласку. То есть и в нем вообще куча всего. Причем актуального. Какой-то чувак пишет на английском. А вот этот на Хабре его переводит. Вот. И тут все вообще разбито. И разжевано. Потом я куда-нибудь статину. Удобное место. может быть даже в описании видео. И то есть там и про подключение к СС и прочих. Но примерно выглядеть должно было вот так. Может быть еще нет. Не хочет. Так. Еще вопросы есть? Пока я тут пытаюсь подружить КСС. . нет не хочет то есть либо он из-за экстенса не дотягивается либо что-то не так с импортом то есть ну там уже можно разобраться не должно быть ничего сложного вот если вопросов в принципе больше нет тогда всем спасибо за внимание вот будут какие-то вопросы мне можно писать вконтакте в youtube это где угодно все всем пока